здравствуйте владимир семёнович сегодня мы можем с вами поговорить о истории развития джаза в нашем регионе в красноярске чем мы об этом с вами поговорим я бы хотел спросить вас о вашей юности вы коренной красноярец или вы родились в другом городе я приехал в красноярск в феврале 75 года из благословенного края под названием крым мое детство прошло в городе и в потоке и в потоке крымской области чего меня понесло как тогда считалось черта на куличке в каторжный ссыльный край я сказать не могу скорее всего это была мода того времени мне хотелось посмотреть мир и попробовать себя в трудной ситуации а то что в сибири будет трудно я знал заранее конечно вот так я оказался здесь 75 году ваше родители они имеют отношение к музыке или малейшего как ни странно интересует вот этот генезис первое моё музыкальное впечатление было связано с такой черной тарелкой которая висела у нас на кухне в нашем доме работала с утра до вечера и однажды я услышал на по трансляции музыкальное произведение которое меня до глубины души поразило потом я выяснил что это было такое это была испанская копейча римского курсукова была такая очень яркая картинная эффектная римский курсуков как он был гением оркестровки понятно что это меня поразило до глубины души 2 сочинение было то столь же картинным выразительным это была богатырская симфония бородина вот то есть я сначала познакомился с ну вершинами русской симфонической музыки потом естественно я увлекся рок-н-роллами и только в третью очередь джазом а ваше увлечение джазом вы связываете с какой-то прослушиваем каким-то аудио треком к что-то модно говорить или это было живое исполнение вы пришли конечно это были пластинки у меня был соседом некий олег у меня старше я учился где-то там седьмом восьмом классе он уже поступил в мореходку он ходил загранплавания и привозил оттуда пластинки и с ним вместе мы сидели слушали бенни гудмана армстронга и так далее он меня на это дело подсадил потом я уже самостоятельно занимался коллекционированием пластинок вот и соприкосновение с живым джазом у меня произошло именно в красноярске история красноярского джаза подобно тому как для многих история ссср делится на до революции после революции для многих ветеранов время существует там скажем до военное после военное вот для меня существует время до восьмидесятого года и после восьмидесятого года я ходил по кафе и ресторанам где слушал местных музыкантов даже не не подозревая что они могут играть что-либо что-либо кроме танцевальных мелодий вот восьмидесятом году возникла идея собрать красноярских музыкантов имеющих отношения к джаду сначала создать несколько ансамблей вот а потом провести какой-нибудь крупная значимое мероприятие номер фестиваль джада в восьмидесятом году состоялся первый джазовый фестиваль который был назван джаз над енисеем по аналогии с ярославским фестивалем который был джаз над волгой вот и с этого момента как я считаю моя жизнь уже как бы стала другой уже связано не только симфонической музыкой который я до сих пор люблю и много слушаю но и с джазом фестиваль восьмидесятого года происходил как сейчас помню 8 июня доме культуры имени карл рифт не что это был заводской клуб электроводов в воздух ремонтного завода на этот фестиваль приехала очень много хороших музыкантов со всей страны это был фестиваль который родился как как мы потом шутили из записной книжки на книжке были адреса скажем музыкантов из москвы из ярославля из одессы из донецка из риги ташкента и вот мы написали им письма теска сказали что мы рады поехать хоть хоть на аляску лишь бы нам обеспечили проезд к месту проведения фестиваля минимальное проживание и а играть мы готовы бесплатно делу подключилась такая организация как комсомол комсомол очень образовался потому что мы играли как бы сказать идеологически нейтральную музыку без всяких английских текстов кроме того всю подготовительную работу к фестивалю там типа рассылка приглашение прием гостей расселения так далее мы делали сами на чистом энтузиазме то есть мы принесли в крайком комсомола фактически готовый проект его нужно было просто профинансировать и вот надо отдать должное тогдашнему комсомольскому руководству они поняли что им это просто выгодно провести культурное мероприятие или при этом палец за палец не ударить просто подписать бумажки на финансирование этого проекта вот к нам к нам приехала множество замечательных музыкантов публика собралась на это мероприятие как на нечто необычное неслыханное и по ходу дела знакомилась и с стилями джазовыми у нас был и дикселент и биг-бенд и камерные ансамбли и сольные выступления и так далее вот и плюс к этому сама атмосфера была очень необычная не академичная на фестиваль можно было прийти в ковбойке и джинсах в отличие от категория в отличие от симфонического концерта куда нужно было прийти обязательно пиджаки и галстуки вот это понравилось и через год в июне 81 года мы уже позаботились о том чтобы расширить круг приглашенных это во-первых а во-вторых поместить их в нечто более респектабельное нежели небольшой зал деревянного дека а сколько приблизительно вместительность этого было зала 300-400 да совсем небольшой учитывая тот спрос публики который интерес который был естественно все это было с аншлагом естественно народу понравилось а 81 81 году мы договорились с дворцом труда крамза это такое современное и по внешним временам красиво здание красивое здание единственно что это не не центр города это был зеленая роща вот но тоже приехали то тоже был зал полон зал там на 1000 и 1000 до я знаю хорошо мне мама все же в этом процент минимум 800 максимум там 1000 1000 до там еще навесной балкон это большой вообще очень красивый интерьер колонны зал причем к этому времени мы уже сделали фото выставку кадры снятые на фестивале восьмидесятого года были на планшетах вот сделали выставку джазовых плакатов афиш они бывают очень живописными и очень интересными вот приехали за тоже очень многие известные музыканты и организатор всего этого безобразия местный музыкант яков айзенберг он позаботился еще и о том чтобы в программе фестиваля были еще и так это казаны не музыкальные события ну вот вроде вроде как поездка на красноярскую гэс экскурсия в девиногорск потом я не помню то есть было восемь первом или позже футбольный матч между местными журналистами и музыкантами приезжими интересно вот последующие бани и так далее вот то есть это вот все было восемь первом году в творчеством отношении мне больше всего запомнился конечно фестиваль восемьдесят второго года который проходил не где-нибудь а в театре имени пушкина это было очень очень удачное и такое в отношении представительности это было очень серьезное решение центре города в таком как говорят верующие намоленном культурном месте в театре пушкина проходил фестиваль джаза на этом фестивале я запомнил был замечательный ансамбль из алматы звание бумеранг братьев ибрагимовых таки и фархад ибрагимовы еще не было парфенова но это был замечательно интересно тут пианист юрий кузнецов из одессы какие еще коллективы может быть наши из сибири и новосибирск новосибирск с самого начала с большим энтузиазм воспринял появление красноярского фестиваля так прям прямо и писалось что новая точка на джазовой карте страны вот самая восточная была новосибирск и кемерово сейчас самая восточная точка это красноярск вот и из новосибирска к нам постоянно приезжал игорь дмитриев превосходный пианист горно алтайский вот сейчас он горно алтайский живет кроме того менее серебрик ниньков наверняка нет нет еще не было последних еще молодой был да он попозже приезжал игорь уваров и уровень виброфонист замечательный буду эти с игорем дмитрием да что я когда я разговаривал с игорем дмитрием он говорил что у них было даже дуэтная программа с игорем уваровым и он какие-то аранжировки писал на виброфонные рояля постоянным участником денисеем был трубач из донецка валерий колесник потрясающий музыкант секстет владимир толкачева и колесникова и он в донецке жил приехал на фестиваль академ городок 77 который сергей андреевич биличенко организовал в новосибирске там было ритм какой-то вот американский он был с одной стороны сам самобытный а с другой стороны он был настоящий свингующий и какая там была просто атмосфера я в ю тубе набрал академ городок 77 джаз-фестиваль там прекрасное видео там был по-моему даже не фестиваль а симпозиум а а а а а а и а а а КОНЕЦ КОНЕЦ Авангардное движение в Красноярске в 80-х годах уже было представлено на этом фестивале? Оно было представлено чуть позже, когда здесь появился пианист Борис Толстобоков. Я слышал эту фамилию, но не знал. Борис Толстобоков из местных музыкантов создал квартет. Игорь Устинов – саксофон, Андрей Тарханов – ударные, и Игорь Мальгинов – контрабас. И вот в таком составе они играли очень интересную, ни на что не похожую музыку. КОНЕЦ 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 С элементами додокафонии. Концерты квартета Толстобокова записывали в Новосибирске Беличенко и его друзья. И запись эта в сущности готова к изданию, просто не на что ее выпустить тираж. Борис Толстобоков – это пианист, который в воле суде показался в Красноярске. И мы вместе с ним создали квартет. Квартет Бориса Толстобокова, в котором мы начали изучать и практиковать музыку, по сути, не джазовую. Она по звучанию была чисто тональной музыкой, так называемая додокафония. Это один из разделов классической современной музыки. Мы тогда пытались ее соединить с джазом. И у нас это неплохо тогда получалось. Инструментарий был у нас джазового квартета. Это электробас, ударные, фортепиано и саксофон. А кто играл в составе? В составе, да. Игорь Мальгинов играл на басе. Он потом уехал в Америку. И Андрей Тарханов играл на барабанах. Молодой парень. К сожалению, рано скончался. И мы тогда довольно успешно продвинулись в этой области. Играли музыку исключительно Бориса Толстобокова, который, опираясь на эту технику, начал сочинять свои вещи. И мы упорно занимались, продвигались, ездили по фестивалям тогда. Это был еще Советский Союз. И мы объездили тогда СССР, собственно говоря, от Хабаровска до Таллина. Были и в Ташкенте, и в Сибирске, и в Ярославле. Много где были, здесь вот в Сибирском регионе. И потом мы записали пластинку, вернее, наше выступление на фестивале в Таллине. Это было, наверное, 1985 или 1986 год, я сейчас точно не помню. Да, да, да. Полностью наше выступление было записано на диск «Гигант». Потом на фирме «Мелодия» выпустили эту пластинку наше выступление. Да, и мы получили известность тогда как один из первых сибирских коллективов, который поднялся, так сказать, на все союзную арену музыкальную. Да, потому что фирма «Мелодия» там... Мы тогда в этот год, по-моему, были признаны открытием года, наш квартет, за счет того, что вот именно музыка у нас была такая нестандартная. Ну, к сожалению, прошло там совсем немного времени, и коллектив наш распался. Это были в 80-е годы, басист уехал в Америку. А в каком-то году было? Потом умер Андрей, и потом Борис. Это была первая половина 80-х, года до 80-х, так, седьмого-восьмого, наверное. Мы были в Таллине, мы были в Ташкенте, несколько раз в Новосибирске. Это, которое Сергей Андреевич Павличенко организовывал в Баганевском городке фестивале знаменитый. Да, потом мы были в Барнауле, по-моему, в Новокузнецке, вот здесь в сибирском регионе. То есть, получается, в то время вот эта джазовая индустрия, она была развита в Союзе. Был интерес публики колоссальный. Это вообще был Советский Союз. Да. Были фестивали, были стабильные места, там, Ростов, Москва, Питер, там, где по Новосибирску, и Красноярск, кстати, тоже. Красноярск в 85-е годы тоже регулярно проходили, чуть ли не каждый год, джазовые фестивали всесоюзного уровня. Бериченко нам оказывал колоссальную поддержку и как музыкант, и как... Организатор. Менеджер, организатор. Да, ведь у него с 73-го года был организован лейбл «Эрматель», который, я сначала думал, какое-то гламурное название «Эрматель», оказалось «Ермак» и «Вингельмтель». Причем они выпустили колоссальную коллекцию сибирского джаза, у меня почти все эти диски есть. Вслед за Красноярском джазовое движение начало развиваться в Абакане. В Абакане появился такой же дурачок-энтузиаст, как и мы, Саша Куц. Саша Куц работал в тамошнем училище искусств. Там он собрал биг-бенд, чего в Красноярске не было. Нет, в Красноярске было два биг-бенда, но они как собирались, так и распадались. У него там был постоянный биг-бенд, и на основе этого биг-бенда он создавал квинтеты, квартеты, трио и так далее. И как новосибирцы помогали нам, так мы помогали Абакану. В дальнейшем в Абакане состоялся первый и до какого-то времени единственный в джазовой истории России фестиваль, как бы сейчас сказали, этно-джаза. Мы его назвали джаз и фольклор, и проводили его в таком тройственном союзе. От Красноярска был я, от Абакана был Саша Куц, а от Москвы был Алексей Николаевич Баташов. Алексей Николаевич Баташов отвечал за приглашение людей, играющих музыку на стыке джаза и фольклора. Причем он даже добрался до композитора с Фарерских островов, Кристиан Блэк до сих пор помню. Национальные мотивы, фольклорные мотивы в джазе, неважно русские, алиутские, хакасские или какие-то еще, очень хорошо ладят друг с другом. Сейчас это кажется само собой разумеющимся, тогда это было впервые. Тогда было вообще как-то модно противопоставлять фольклор и джаз. Вот, я скажу, фольклор это истинно народная музыка, а джаз это такие, знаете, западные штучки. Он в голове ни у кого не укладывался. На фестивале в Абакане питерский саксафонист Анатолий Вапиров сюда привез свою сюиту по Шекспиру Макбете. А здесь сумел вместе с Сашей Куцем и его биг-бэндом и с Валентиной Пономаревой, вокалисткой, которая очень заинтересовалась самой идеей этно-джаза. Наш цыганка, и они с Вапировым к закричневому концерту этого фестиваля представили такую сюитообразную композицию большой формы, там минут 28, она или 30 продолжалась, на темы хакасского фольклора для голоса и саксофона с биг-бэндом. Композиция называлась «Дух о дну». Композиция 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 КОНЕЦ 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 Я знаю, что вы выпускник такого центрального московского престижного вуза, это ВГИК, институт кинематографии. В 76-м году я закончил ВГИК, а в 75-м я приехал сюда. А до этого я жил, например, в Баку я жил, откуда я, кстати, Дадаяна знаю. Единственное, с кем я мог общаться, но не общался, потому что я был молодой, я был никто, и я к Джазу имел мало отношения. Тогда, в то время, в Баку жили Рафик Бабаев, великолепный пианист. Рафик Бабаев Рафик Бабаев И легендарный, тогда еще нелегендарный, Вагиф Мустафа. С Вагифом я познакомился, но не более того. К тому же Вагиф Мустафа Заде к тому времени еще не был собой. Он еще не осознал того, что какое сокровище есть у него в руках Мудан и вообще вся азербайджанская народа. У него был джаз-трио «Кавказ», и с тем, что он делал потом, это не имеет ничего общего. И, кстати, очень многие русские музыканты были озабочены тем, до определенного момента, чтобы играть американский джаз не хуже американцев. Вот не понимали люди, что лучшие американцы, вы все равно в игре никогда не играли. Вопрос в продолжение того, что вы как выпускник в ГИКа, а на какой специальности? Журналистика? У меня была специальность «История и теория кино», «Киноведение», «Кинокритика». Люди, которые имеют такую специализацию, обычно работают на киностудиях редакторами, редактор фильма. Вот, когда вы смотрите кино, вы до титров обычно не досиживаете. Бывает иногда. Но в этих титрах есть такое, редактор там Р. Орлова. Ну, например, да. Что занимает, чем занимается редактор? Я мог бы вам сказать, расскажите, интересно. Нет, это потом. Ага, хорошо. Сейчас это не имеет отношения. Хорошо. Здесь, что киностудии не было. Вот. Значит, кроме того, они работают в редакциях специализированных газет и журналов, таких как там «Советский экран», «Экранная сцена» и так далее. Здесь этого тоже не было. Я работал в газете, в обыкновенной молодежной газете, сейчас уже не существующей, «Красноярская комсомолец» называлась. Вот. Ну, и писал там что-то о кино, лекции читал о кино и так далее. Ну, это было до того, как меня засосала джазовая трясива. Да, то есть джазовым обозревателем или как-то правильнее сказать, не то что обозревателем, и джазовым ведущим джазовых программ, и вообще человеком, который интересуется джазовой музыкой, как коллекционер и как просто… Я стал в конце 70-х годов. Да, но получается, что это как бы не напрямую связано с вашей специализацией, которую вы закончили. Нет, с институцией специализации никак не связано. То есть вы ее фактически по месту уже придумали себе, занятую с темноту, которая не по диплом, а которая была лично интересна вам на тот момент. Да. Тем более, что советское кино в ту пору переживало довольно позорные времена. Зарубежного кино по существу не было, его надо было смотреть какими-то урывками на каких-то закрытых просмотрах и так далее. Вот нынешнее положение, когда любой зарубежный фильм можно скачать из интернета и посмотреть у себя дома, нам и не снилось даже. Мы все гадали, купят новый фильм Бергмана или не купят. Пойдет ли в кинотеатрах новый Антониони? Какой там новый Антониони? Мы и старого Антониони еще не знали. Вот. Так что моя измена институтскому диплому совершенно закономерна и естественна. Мы начали такой интересный разговор о джазовых фестивалях в 80-х годах, в 81-й, 82-й и так далее, и так далее. А, например, да, и в 83-й и дальше, вот об этом периоде. А кто именно в Красноярске представлял тогда джазовое движение? Кто эти музыканты? Ну вот, те, кого я помню, у нас был очень хороший пианист Александр Карапетян. Да. Саша Карапетян играл в ресторане «Токмак», который был напротив дома, в котором я жил на правом берегу. Вот. И время от времени они устраивали такие ночные посиделки. Вечерами они играли в ресторанный репертуар, а ночами к ним приходили люди, играли. Вот. У нас появился очень интересный своеобразный дуэт. Валерий Лазарев, саксофон, и Борис Титаренко, бас-гитара. Причем, что интересно, Боря Титаренко был не профессиональным музыкантом, он был врач по своему профилю. Валера Лазарев, тоже, по-моему, не из консерватории родом. Но они создали очень интересный дуэт. Без ударных, без рояля, тенор-саксофон и бас-гитара. С ними одно время очень успешно выступала певица. Ее настоящее имя было Наташа Лаптева. Она выступала под шикарным псевдонимом Фанни. У меня сохранилась запись, где Лазарев, Титаренко и Фанни втроем импровизируют на тему текилы. Шикарная совершенно запись, где саксофон, голос и бас-гитара образуют совершенно изумительное единство. Там в самой теме заложен уже такой ритм. Просто уже одна тема, да, я такой танцевальный. Поэтому основу, конечно, в этом трибу можно было сделать. Лазарев, Титаренко, потом появился Додоян. С началом так называемой перестройки очень обострились национальные противоречия в республиках Союзского Союза. И давние противоречия между азербайджанцами и армянами вылились в абсолютно кровавые эксцессы в Сумгаите, а в дальнейшем в Баку. Жена Додояна, Галя, мудрая женщина, сказала, Игорь, давай отсюда бежать, пока к нам не заявились погромщики. А погромщики там заявлялись прямо на дом. Помечали крестиками дома армян и громили их. В Сумгаите была резня самая настоящая. Потом начался Карабах как реакция на армян на Сумгаите. Потом началась война как реакция на то, что Карабах объявился от своей независимости, но это было уже поздно. До этого Игорь Апресович Додоян с женой и детьми уехал в Сибирь. Причем он уехал не дуриком, как я, кнув по пальцу, карту, а он уехал на родину своей жены. Она сибирячка вообще. Вот. И долгое время они здесь вот недалеко от стадиона в локомотив. Потом они уже приехали на этот локомотив. Знаете, чем было замечательно появление здесь Игорь Адодояна? Это был первый музыкант, который поставил джазовые концерты на твердую филармоническую основу. До сих пор джаз в Красноярске играли ресторанные музыканты, для которых это было как бы хобби. И, кроме как ресторана и Красноярского объединения музыкальных ансамблей, их никуда и не звали. Здесь произошла следующая история. Приехал музыкант с высшим консерваторским образованием, играющий джаз «Играет» какой-то был лот? А какой-то был лот? Это я не помню, какой-то был лот. Утала 85-го приблизительно. Позже. Позже. Появился музыкант, собрал филармонические коррективы. Сначала три угла, жемчугов на барабанах чухлеб на ударных и для начала был чухлеб потом погиб пришел жемчугов жемчугов тоже как-то странно безвременно умер потом он позвал игоря устинова вот и к ним присоединились басе басисты вадик васильев и алексей пономарёв с ним одно время играл на ударных и потом и сейчас и гармония который в то время руководила ирина львовна прокопенко человек который очень она приехала из одессы очень большой темпатией и вниманием она немедленно дела тревога потом хватит это было с одной стороны хорошо потому что обеспечила им постоянную работу и зарплату а другую страну это было не совсем хорошо потому что по плану филармонии на земле я ездить все ближайшие города и общем это был такой график очень насыщен кто они играют большой мурте кто они играют ну слава богу ватчинск еще куда не шло где-нибудь богучанах или в казачинском они обречены были играть всем в сельских клубах зимой едва отапливаемых перед десятком другим чудаков пришедших на концерт хорошо потому что это было это был абонемент ежемесячные концерты в малом зале филармонии мы с ним проводили потом когда филармония закрылась на ремонт реконструкцию мы концертировали в органном зале что тоже неплохо вот это уже начало 2000 до 2000 годов и это был бы были регулярные концерты причем происходили следующим образом я был у них как бы членом коллектива который произносил вступительное слово представлял музыкантов и по ходу концерта рассказывал о той музыке которые они играют в каком году на допустим колл портер написал love for sale арии из какого мюзикла была мелодия джерема керна дым она вообще называется не дым а дымка застилающие твои глаза вот такие подробности которые которые по моему были всем интересны параллельно с этим та же самая ирина любовная прокопенко спросила о чем они они не замахнемся на очередной фестиваль и вот начиная уже с двухтысячных годов были сделаны несколько попыток возродить возобновить фестиваль джаз над енисеем по инициативе филармонии до вернее так сначала за это дело взялись предприимчивые бизнесмены которые собирались на на этом деле как бы как бы заработать вот ну скажем такой был человек по фамилии багаев сергей 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 бабая багаев вот он сначала провел ночь джаза в дворце спорта ергина имени рыгина потом она у нас открылся гранд холл себе ну вот вот в гранд холле сибири он там провел еще еще один фестиваль тоже с большим количеством приглашенных звезд в том числе и зарубежных вот а а потом когда выяснилось что это занятие почтенное и престижное но но не прибыльная он как бы к этому делу охладил потом последний всплеск интереса к фестивальной тематике был связан с вероника николаевна мохотиной махотина несколько лет подряд проводила сейчас проводит фестиваль под названием дети играют джаз ну и плюс к этому она имеет собственный ангажемент она по она создала себе свой ансамбль под названием mainstream band татьяна романовская романовская которая очень хорошо помните я начинал учиться до вероника николаевна уже уже при нынешнем руководстве но просто филармонии при кулаковой она затеяла джаз который я и подсказал провести совместно с сибирском федеральным университетом вот у меня кстати сказать министерство культуры красноярского края и сибирский федеральный университет это был 11 год предполагалось что в этом фестивале примут участие не просто звезды джаза а звезды джаза желающие это искусство пропагандировать среди молодежи и студентов и вообще наша аудитория должна быть молодая студенческая одно время игорь стенов даже преподавал сибирском федеральном университете класс саксофона создавал там джаза ансамбль на фестиваль приехала приехал такой своеобразный коллектив как big band тгу 62 томский государственный университет 62 это год создания а вот сейчас я вам покажу там был и есть такой энтузиаст джаза доктор физико-математических наук по фамилии ратнер ратнер создал студенческий big band в шестьдесят втором году и заслуга его в том что он сумел его сохранить вплоть до наших дней да вот как как мы ее ему это я не знаю все таки это не не трио не квартет это полный big band он сначала задумывался как оркестр студентов и преподавателей томского государственного университета потом ему стали лепиться музыканты профессиональные вот ну и все эти десятилетия они существовали выступали принимали гостей уровня георгия гараняна вот и они к нам приехали дали тут мастер-класс выступили хорошей программой плюс к этому я прочитал несколько лекций для студентов хорошая затея женщина не получила продолжение есть же такое мнение что академические музыканты как-то так пренебрежительно смотрят в сторону джазовых музыкантов что это без но это по слуху подбор все они точно у нас был дирижер марк львович к 1 да я с ним он как раз не малейшего пренебрежения не высказывал бы более того он даже мохотину приглашал на дать концерт симфоническим оркестром на котором я играл на рояле и пятивостоков на трубе мы приезжали в то время имеют в то время это восьмидесятые годы до 90 до минер как раз это в начале это был мы как вы уже выяснили что игорь дадоян положил начало филармоническому такому до события out хорошо мы фестивале понятно с ними более-менее раз в год у нас проводились хорошие фестивали музыканта союза это понятно но как была устроена жизнь и от тех музыкантов именно наших красноярской где-то они собирались может быть какие-то джемсейшн и вот вы говорили ресторан так маг там в каком-то доме пионеров был класс где люди собирались по средам так последнего как ни странно обращиком для размена послужили рокеры рокеры стали собираться в подвалах ну походили по городу обнаружили вот и тут есть подвал тут есть подвал если хлам оттуда убрать и договориться с хозяевами то можно там собираться и лупить со страшной громкостью и никто не услышит вот и вот когда появилось несколько рок подвалов джазмины тоже слегка так зашевелились засуетились сделали джазовый подвода делали 46 а номера 46 джазовый подвал да это был кстати последний джазовый подвал 1 был на свободном проспекте там друг мой то ли андрианов ныне покойный и его друзья рокеры сергей петров такой был у него друг они там оборудовали рок подвал и сказали что ну раз он уже наш заполнить его 7 дней в неделю и 365 дней в году мы явно не сможем поэтому хотите приходить это тоже здесь для начала нельзя же репетировать там потом в общем почему бы на нам и концерты не проводить вот а потом номер 46 образовался кто-то был его главным человеком организатором именно этого места номера сорок это был вообще не 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 музыканта валера вот он умер а я забыл его фамилию он собиратель пластинок и директор вот этой самой конторы которая над подвалом твори гора у нее название было как твори гора твори гора вот по-моему то там до сих пор как бы как любитель джаза как ломан и он создал такую платформу куда приглашал джазовых музыкантов музицировать играть и всякий раз когда кто-то к нам приезжал тот же крамер гаранян они знали что мы сегодня собираемся у валеры сейчас собираются в пивбаре хорош да номера 7 номер этим а тогда собирались на 46 и в этом подвале то там и аппаратура уже стояла настроенная все как надо там можно было совершенно спокойно посидеть поиграть выпить так далее вот вот такая подвальная что ли культура а какие вот в последнем джазовом подвале номера какие музыканты там были за всегда тайме кто там был из красноярских да понятно что кто приезжал там из гастролеров из музыкантов московских это все понятно да но вот наши музыканты среди с между собой устраивает джемсейшн при меня нет да то есть это по случаю приезда по случаю по случаю приела автопати и после концерта а расскажите пожалуйста вот как в 80-е годы и в например в 90-е что-то кардинально изменилось вообще с джазом с публикой которая приходила на концерты джазовый или также независимо поддерживался интересы у джаза всегда была своя собственная аудитория которая не зависит всегда была абсолютно своя собственная аудитория причем я многих людей которые ходили на наши концерты просто в лицо знал представляю а не было ли такого что в 90-х годах когда началась этот вот распад с ссср и классовое расслоение и такое бывало что действительно профессора и ученые оказывались на вещевом рынке по мере необходимости им не платили зарплаты по полтора года и конечно же в этой ситуации очень сложно поддерживать интерес к досугу вообще в принципе и к искусству в частности и что они просто думали о том что как вы как сходить на работу на которой не платили полтора года деньги а после работы еще чем-то себя занять так чтобы реально сегодня заработать на то чтобы покормить там детей например которые дома конечно тут уже не если сами джазовые музыканты и джаз фэн и как были нищими так и остались нищими и никаких особенных перемен в материальном отношении в классе выжить и не произошло ну разве что пластинки раньше нужно было за двойник эрингтона отдать месячную зарплату виниловой а сейчас этот двойник можно скачать бесплатно так что где-то ты нашел где-то потерял вот кто-то у кого-то переписал что-то эту пленку за слушал до дыры уже ценность этого было то есть все знали кто там играет что буквально там если милс дэвис к нд блю они находили так это не знали то музыку до скрипа на виниле то есть там вот буквально так было а а сейчас уже молодежь которая занимается приношла инфляция это всего этого дела конечно вот у меня сейчас стоит здесь на этих полках несколько тысяч дисков вот любой из них да достаньте я вам скажу где его купил вот как мы как мы его слушали что при этом пили и и и и о чем спорили вот это очень важный момент то это чего лишено наше сегодняшнее поколение к сожалению владимир семёнович а вот расскажите я знаю что вы коллекционируете трубки курительные я знаю что вашей коллекции их около 50 это так или я ошибаюсь это так но это не называется коллекцией те трубки которые есть у меня не являются коллекции потому что я их все курю я курю довольно давно тут главное что из чего вырезан чубок трубки чубок трубки должен быть вырезаны из корня древовидного вереска это древесина называется бриар и вот бриар американский голландский немецкий итальянский они отличаются друг от друга и от сочетания вкуса табака и вкуса чубука возникает нечто третье а что касается этой книжки да вот можно плавно перейти к вашей авторской книги называется культура повседневности какой-то момент я заинтересовался тем почему люди отождествляют культуру и искусство это совершенно разные вещи вот открываешь газету и там шапка на полосе культура а смотришь про что написано книги фильмы и спектакли выставки концерты что это культура это не то что вы читаете слушаете и смотрите это то как вы себя ведете как клуба ваше представление о том что такое правильно неправильно что такое хорошо что такое плохо что можно что нельзя и так далее и вот эти общие положения я разбросал по различным сферам человеческой деятельности вот а потом это все как бы собралось и сложилось вот в эту книжку которую я вам дарю владимир семенович спасибо вам огромное за нашу так увлекательную встречу много обсудили вопросов и особенно мне приятно как красноярцу как человеку который родился в нашем городе и начинал музыкальный как это все доросло до того что мы сегодня имеем филармонии а спасибо за внимание